добрый добрый вечер дорогие друзья мы снова встречаемся в том же месте тот сейчас говорит и показывает всемирный центр гнейнор бритулям из города герой юршилайма широком смысле мегаполисом смысле этого слова и мы продолжаем с вами обсуждать избранные места из рамбома ну на заметь что сегодня 20 севана 5781 и мы посвятим наш урок конечно как всегда полному выздоровлению ури бенслава и всех больных и раненых и я хочу только напомнить вам и это просьба ровешерки он просил обратить внимание на то что чтобы люди готовы уже действительно блинов те которые созрели для принятия или уже приняли на себя неофициально вот эти заповеди и он попросил чтобы вы заполнили и приняли на себя вот эту декларацию и почему потому что вот эти отношения момент когда человек принимает на себя 7 заповеди но официально провозглашая подписывая то у него устанавливаются уже официальные отношения со всевышним то есть он уже у него эти заповеди являются рычагом или инструментов с которым он общается со всевышним а все время пока чек официально не принял это так на на любительском уровне скажем неофициально потому то есть человек официально не принял но тогда он как бы не обязывается и он как бы не обязан и отношения такие как бы я их назвал любительский но момент когда человек принимает эти вещи когда провлашает официально перед нашим едином самым справедливым гуманным бензином в мире мы это делаем в зубе вы понимаете то это сразу же переводит его на уровень официальных близких ответственных отношений со всевышним и поэтому раф шарки попросил напомнить что чтобы те кто хотят готовы да разумеется никого не агитируем и уж тем более не заставляем но те люди которые готовы мы будем очень рады если они примут провозгласят эту декларацию они получают официальный документ и получают великое звание праведников народа мира оси тума то уля согласитесь звание высокая и после этого вступления хочу вернуться к нашей теме сделаем и сегодня наша тема свобода выбора надо сказать что свобода выбора эта тема которая очень акцентированного рамбана мы видели с вами и в основах тора в этом говорил и здесь в тех главах которые говорят о кшуве и посвятил этому отдельную главу своей не скажу чтобы книги ну скажем будем называть ее условно книга он не описал как вступление но условно заем это книгой шмона проки у нас она считается книга мы ее используем как книгу это совсем небольшая небольшое сочинение рамбома но чрезвычайно важные и на мой взгляд это относится к самым основам иудаизма то есть для того чтобы познать самые основы иудаизма на мой взгляд необходимо прочитать танах книгу кузыри шмона прокима рамбом тогда человек общем-то имеет представление шмона против он описывает вещи очень похожи на то что он пишет здесь в отношении свободы выбора и там он говорит о морали и мораль вся построена на том что человек может выбирать и я вам очень советую посмотреть что пишет рамбом из этих восьми глав если я не ошибаюсь это седьмая или восьмая глава стоит прочитать все главы они небольшие но там об этом тоже много пишет то есть мы видим что рамбом и возвращаются к этой теме многократно в разных местах потому что он хочет объяснить нам что вся тура построена на той основе на том предположение той аксионе что человек обладает свободой выбор потому что если человек не обладает свободой выбора если он не выбирает между добром и злом тогда какие к нему могут претензии вот понятно что весь рамбом не называя вещи может быть своими именами спорят с исламом значительной степени мусульман не верят свободу выбора человек если не ошибаюсь это сунниты и понятно что рамбом с ними здесь полемизирует представить себе такое что чтобы всевышний награждал и наказывал человека за то что он не может не сделать или за то что он не может не не может сделать это вещь которая просто совершил нелогичный амораль а всевышний как известно 10 на основе морали как в той неоднократно замечено ну давайте дадим слово самому рамбому вот и объяснит гораздо лучше говорит раба что разрешение то есть свобода выбора дана человек если он хочет себя направить на правильный добрый путь и быть праведником возможность у него есть такое такая возможность такое разрешение а если он хотел хочет направить себя на путь зла и быть злодеем это возможность у него дана то есть люди они выбирают люди там и мы выбираем мы выбираем и никто нас заставляет и кстати я хочу здесь только обратить ваше внимание что тот выбор о котором говорит рамбом это выбор морально то есть мы не можем выбрать те вещи которые являются данным например человек если он родился высоким так он высокий если он низкий низкий мужчина мужчина женщина женщина родился в аргентине или в австралии или в северной ирландии этого человек не решает но вот и какие обстоятельства окружают он тоже не решает но выбор морально между добром и злом в любой ситуации в его руке и это то что написано вторым неоднократно это упоминается и говорит рамбом смотри не дул не подумай не пусть не придет тебе в голову то что говорят глупцы народов мира и большинство неумных людей в израиле рамбом эту категорию записал все человечество глупцы говорят вещь которую даже пусть не приходит тебе в голову какая вещь что всевышний он заранее предопределяет с момента создания человека будет ли он праведник или злодей это говорит рамбом полная чепуха этого не может быть нет такой вещи но каждый человек может быть праведным как муж и рабы и ну или злодеем как его вам или мудрым или глупым или жалостливым или жестоким или скупым или щедрым и подобные вещи сказать что здесь рамбом имеет в виду моральные качества и небольшое удивление вызывает то что он говорит человек может быть мудрым или глупым а ведь казалось бы это относится к тем вещам которые они выбирают но я думаю что рабом имеет ввиду здесь больше моральную сторону то есть человек или он или он хочет понять эти моральные критерии или он не хочет понять эти моральные критерии потому что интеллектуальная способность которая с которой рождается принципе с ней особенно делать нечего может быть может быть человек может ее развить ну так он здесь перечисляет именно моральные качества жалостливый или жестокие скупой или щедрый я думаю что мудрый глупый имеется в моральных пониманиях и кстати должен заметить интересную вещь в книге ты или им и в мишле и ушло но очень часто слово хаха используется в значении правильника то есть они ассоциируются мудрый правильник вполне возможно что в этом плане рабом использую здесь это слово в любом случае он говорит смотри такого быть не может и человек может быть правильным как муше или злодеем как ярова так вам напомню кто такой ярова только муше мы все знаем а ярова бенливат это первый царь отделившихся колено израиля от иуды который побоялся что народ пойдет на праздник приближающийся до был суккот народ пойдет из израиля в еуду поднимется в юрушала и в этом их дальше и таким образом а там уже передумает и уйдет и уйдут прежним царям давида а его оставят и ярова из чисто политических целей не из каких-то знаете ли и духовных он не был каким-то подстрекателем кидлопоклонск это его не интересовало но для того чтобы остановить народ он построил жертвенник золотым тельцом в бейтеле то есть и на южной границе ну и в дании на северной границе израиля и сказала вот твои и лугим израиль который вылет тебя из египта то есть он скопировал модель рона и не то чтобы он подозревал или подразумевал что будут служить они этим тельца а всевышним вот у этих тельцов но кончилось с тем что служили таки тельца и в конце концов эти тельцы простояли до самого разрушения и были главный главным преступлением от этого северного царства интересно да что в общем то главная вина его в то этого царя ерубама царя израиля в том что он и не хотел поставил барьеры контрольно-пропускные пункты и чтобы не давать еврейскому народу северным коленом израиля подниматься на храмовую гору бета-мигдаш и мы видим что такое поведение рамбам приводит как и такое ультимативный злодей интересная информация к размышлению интересно что рамбам не пишет что ты можешь быть мудрым как как муше мудрым как муше это уж извините зависит от данных но праведником как муша ты можешь быть ты можешь быть и это зависит только от человека но и злодеем как и раба и нет у человека того или чего-либо что можно что его заставляет и не предопределяет никто и не притягивает его к одному к одной из этих двух дорог я имею ввиду дорога праведности дорога злодейства то есть моральный выбор повторяю моральный выбор не выбор погоды роста и не знаю веса хотя без можно еще пти но вот те данные которые у него есть это есть но всегда в любой ситуации человек имеет моральный выбор человек имеет моральный выбор и мы видим как в В одной и той же ситуации, казалось бы, безвыходной, люди поступают по-разному. Например, у меня есть честь быть знакомым. Мы вместе работаем с Юсефом Менделевичем и советуем почитать его книгу «Операцию свадьбы», где он описывает все свои приключения в Советском Союзе и борьба. И он сидел 11 лет в советском лагере. И что они с ним не делали, чтобы заставить его отказаться от соблюдения тех еврейских обычаев, которые он там пытался соблюдать? И что они с ним только не делали? И сажали его в карцер и так далее, и так далее. Да, но и в карцере они не смогли его победить, потому что он выбрал то, что хотел выбрать. Понимаете, они посадили его, сажали его в карцер. Куда, казалось бы, уж куда хуже. Да, они отняли от него внешнюю свободу, но внутреннюю свободу они не могли даже дотронуться до него. Понятно, что это очень тяжело, но мы видим, что вот есть человек, живой человек, которого я знаю, который в такой ситуации выбрал, наверное, то, чего другие бы, наверное, не выбрали. Поэтому мы видим, что выбор у человека есть в любой ситуации. Моральный выбор, повторяю, не выбор условий, не выбор данных, а выбор моральный. Понятно, что для этого рама исходит из того, что у человека есть вот это сознание. И, наверное, у каждого человека есть это сознание, ведь мы же люди. И у нас есть сознание, такие понятия, хорошо или плохо. И даже рама мне говорит про заповеди, а просто про понятие, хорошо или плохо. И мы знаем, что есть у человека это сознание. А вот, например, у животных нету. Нет у животных этого сознания, есть инстинкт. Но нету у них в их животном мире, например, ни стыда, ни благодарность. Бывает, что животное, которое живет по соседству с человеком, общается с ним, оно потихонечку очеловечивается в этом плане. Любят об этом рассказывать многочисленные собаководы и собаколюбы. Это не только собаки, мы видим, у кошек такие вещи. То есть понятно, что животное, которое близко с человеком, потихонечку начинает приобретать человеческие качества. Это да, это есть такая вещь. Но сами по себе животные в своем животном мире. Там нет ни морали, ни благодарности, ни стыда. А у человека есть. Есть вот эта вещь, которая внутри его. И этим мы отличаемся от всех представителей животного мира. И обратите внимание, что даже когда человек ведет себя безобразно и жестоко, он все время находит какой-то выход своей жалости, морали, доброте. Посмотрите, я не буду сейчас приводить имена, но мы видим, как самые кровавые диктаторы, безжалостные убийцы всегда находили выход своей доброте и жалости. Обычно это демонстрируется в отношении детей или в отношении животных. Всегда есть какой-то выход. И это дает им возможность все-таки дать выход. То есть даже у них это есть. И нужно куда-то это, каким-то образом это направить. Короче, у человека есть свободный выбор. И здесь Рамбом приводит цитату из книги, из книга, такая плач, называется Плач Ермияу, Эйха, где Рамбом, не Рамбом, конечно, где Ермияу говорит, то есть из Уз Всевышнего не выйдет ни зло, ни добро. Что значит ни зло, ни добро? Имеется в виду, что он не решает за кого-то, чтобы он сделал добро или зло. Понятно, что Всевышний творит и добро, и зло, но он не заставляет никакого человека делать добро и зло. Там это из контекста понятно, потому что сейчас Рамбом приведет продолжение, что некого нам обвинить, не на кого переложить свою вину за совершенные нами поступки. И поэтому продолжение, он же не просто взял это, заехаясь третьей главой, продолжение этого пасука, что будет жаловаться человек живой, ему свои преступления. То есть, на кого ты жалуешься? Кто сделал то, что ты сделал? Кто несет ответ? Тебя даже заставил. Я принуждал, и нет. И поэтому, говорит Рамбом, он и продолжает, Ирмияу, поищем свои пути, исследуем их, проанализируем, и вернемся к Акашин. То есть, никто нас не заставлял, мы сами сделали все то, что привело нас в это положение, жаловаться не на кого. И поэтому, говорит Рамбом, так как жаловаться не на кого, и мы сами все это сделали, то и исправление в наших руках. Помните, мы с вами говорили много раз, что тшува – это вещь очень оптимистичная. Я, то, что, если я понимаю, что все, что я сделал, это результат моего выбора, результат моего желания, то тогда и исправить я могу тоже я. Понимаете, если бы я сказал, ой, знаете, как люди говорят, это меня черт попутал, это Ецарара меня с толку сбил. Это все для того, чтобы просто сказать, я тут ни при чем. И никакой черт, никакой Ецарара – это все я. Я захотел то-то-то и сделал то-то-то, но если я сваливаю это на кого-то, то я исправить этого не могу. А если я понимаю, да, я это совершил, так я могу и исправить. И пример, конечно, наиболее яркий – это царь Давид. Помните, царь Давид? У него была ситуация очень некрасивая с Батшевой, описанная в книге Шмуль, не буду пересказывать. Он ее мужа послал на войну, так, чтобы его убили, а ее взял себе в жены. Как иначе история, жутко некрасивая. И когда приходит к нему пророк Натан и говорит, как же так, и укоряет его. И когда он ему выкладывает, что то, что он сделал, это зло в глазах Ашем, то Давид не начинает отговорки. Как Шауль в аналогичной ситуации сказал, да это народ, да я в очень полном порядке, я сделал... Нет. Давид сразу говорит, я провинился перед Ашем. Хатат или Ашем. Вы понимаете? Никаких отговоров. А ведь мог бы сказать, смотри, когда он ушел на войну, он уже дал бед своей жизни, поэтому здесь ничего незаконного нет. Или же Ульяхи Тицин вообще был хулиганом, и его нужно было казнить за то, что он там дерзко разговаривает с царем. Или, 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 да? Все, что угодно. Но мы с вами видим, что Давид не привел ни малейших отговорок. Ни на кого не свалил, ни на Батшеву, ни на Урию, ни на Юава, ни на кого угодно, да? Ни на кого. А сказал я провинюцу. Но когда он принял вот ответственность на себя, это и позволило ему совершить шоу. Понимаете? То есть, когда я принимаю на себя ответственность на свои поступки, это означает, что я могу их исправить. А если я их посылаю и говорю, смотрите, это не я, это вот, это, я не знаю, там, семья, соседи, сослуживцы, правительство, организация объединенных наций, кого угодно, да? В конце концов, на Всевышнего люди все сваливают подсознательно, да? Вот, как говорили, израильская поговорка есть, я не нервный, но меня нервируют. А я сам по себе не нервный. То есть, в момент, когда я сваливаю это на кого-то другого, в этот момент я нахожусь в полной беспомощности, потому что я не могу ничего с этим сделать. Это не зависит от меня. А если я осознаю, что все, что я делал, это мое и хорошее, и разное, так я могу все это разное исправить. Понимаете? Зависит только от меня. И в этом весь великий оптимизм. Поэтому, говорит, Рамбов, смотри, не на кого нам жаловаться, и когда мы хотим что-то изменить в своей жизни, ну, так это наше решение. Это наше решение. А если я хочу чего-либо, Всевышний помогает. Мудрецы даже большинства говорят, человек хочет хорошего, Ашет помогает ему делать хорошее. Человек хочет плохое, Ашет помогает ему делать плохое. То есть, каждому каждому дают этот выбор. Человек, существо выбирающее. И это, говорит, Рамбам, это великая основа Торы и митвы. И говорит, посмотрите, что сказал Мушер Абейну в книге Дворин. Смотри, дал я перед тобой сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. И понятно, что это является выбором. То есть, я тебе дал и добро, и жизни, добро, и смерть, и зло. И после этого Муша говорит еще, вот я дал перед тобою сегодня благословение и проклятие. А потом он говорит, советует, и выбери жизнь. То есть, выбор перед тобой, я тебе советую, говорит Муша, выбери жизнь, но выбор только перед тобой. Потому что Творец не заставляет и не предопределяет поступки человека ни к добру, ни к злу, и весь выбор дан им. И действительно, на этом построена вся Тора, понимаете? Для чего все пророки, начиная с Муше и кончая Малаше, все приходят и говорят, товарищи, прекратите заниматься глупостью, вернитесь к Ашерам, делайте хорошее, перестаньте делать нехорошее. Если это не в наших руках, и мы не можем изменить его поведение, так что, что нас призываешь? Или, например, в Торе написано «Люби ближнего, как себя». А если я не могу его любить? Я его терпеть ненавижу. Люди обычно кого ненавидят? Именно близких. Часто люди говорят «А, вот близких любить – это просто, а вот и далекого полюбить». На самом деле все наоборот. Все наоборот, ни у одного депутата нашего Кнессета нет ни малейших проблем в отношениях с парламентом, я не знаю, Канады или Индонезии. Они их очень любят. Любой депутат нашего Кнессета обожает весь канадский парламент или там, я не знаю, там, польский сейм или еще кого-то. Почему? Да потому, что у них нет никакой конкуренции. Они друг другу не мешают. Они друг другу не сталкиваются. Они далекие. Пусть будут счастливы. А вот с ближайшим его товарищем своей партии вот у них там и начинается. Потому, что ближние находятся всегда в той или иной степени конкуренции. Например, у детей эта вещь совершенно очевидная. Если взять семью, в которой действительно не один деть, а много детей, или по крайней несколько, или даже два, то понятно, что между ними всегда есть конкуренция. Я помню, когда родился наш первый сын, старший первенец, то он говорил «Моя мама, мой папа, мой отец». А вот когда родилась вторая дочь, я через какое-то время обратил внимание на то, что у нее другая совершенно терминология. она говорит «Наша мама, наш папа». И для нее это совершенно нормально. Вы понимаете, то есть дети все время находятся в борьбе в подсознательной час, а иногда в сознательной за любовь и внимание своих родителей. Кого ты больше любишь? А, ты его все любишь? Конечно, его ты любишь. Нет, ты его больше всего любишь. Ты всегда его любил, меня всегда они любили и так далее. Это ты слышишь на протяжении всей жизни. Почему? Потому что есть здесь конкуренция. Есть конкуренция. И люди близкие, понятно, они между собой всегда сталкиваются и в семье, и на работе, не говоря уже о политике и так далее. И везде есть конкуренция. А как же? А как же? Потому что есть что-то одно, и это одно они пытаются между собой как-то разделить. А вот с далеким нет проблемы. Поэтому Тула говорит люби ближнего. Почему? Научишься любить ближнего, полюбишь кого угодно. А если есть люди, которые всегда, знаете, есть такая категория людей, даже соблазн в человеческой душе, как мы хотим помогать далеким. Вот там где-то в голодной Африке есть какие-то голодные африканцы, которые там не знают. Вот мы будем собирать для них продукты, деньги, я не знаю там еще чего. Я помню в моем детстве мы собирали сгущенку для вьетнамских детей. Есть что-то подобное. Вот как приятно помогать каким-то далеким. И при этом наши отношения с самыми близкими людьми, иногда выглядят настолько непропорционально, чудовищно. Мне некогда заниматься твоими проблемами, я сейчас собираю средства для помощи голодающим там, я не знаю, Конго или наводнение в Индии и так далее. Это здорово, да, Конго, Индия, землетрясение там на Гаити, все это здорово, да, но Всевышний прежде всего поставил меня в близкие отношения с близкими людьми. и за это я несу ответственность. Понимаете? Несу ответственность. И поэтому как мы к этому вышли? а, к тому, что радует, люби ближнего как себя. А как я могу его любить? Можешь, если захочешь. То есть, если захочешь, ты найдешь в своей голове причины его любить. Он человек, он с образом по образу и подобию, он твой брат, он добрый, я не знаю, он чемпион Берлина по теннису, не знаю, у каждого свои какие-то причины. я могу всегда найти, за что его любить. Конечно, гораздо легче найти, за что его не любить. Но мы видим, что Тура исходит из того, что это в моих руках. Это исходит, это в моих руках. И поэтому Всевышний никому не говорит и не предопределяет быть ему злодеем или быть ему праведником. И на этом, говорит Рамбам, строится вся наша Тура. Обратите внимание, часто, когда мне приходилось говорить о свободе выбора, то люди говорят, а как же, ведь есть митцвод. Тура, говорит, делает так, делает так. То есть, люди как раз понимают это совершенно обратно тому, как это понимает Рамбам. люди говорят, раз есть митцвод, вот это делает, это не делает. Значит, у человека нет выбора. А Рамбам говорит, наоборот, если Тура тебе говорит, так делай, а так не делай, значит, она исходит из того, что у тебя есть свобода выбора. Поэтому митцвод, заповеди, запреты, все то, что Всевышний, все те претензии или желания, или пожелания, которые он к нам предъявляет, это все свидетельствует о том, что мы свободны. мы можем сделать так или не так. И если бы не было такого, если бы не было свободы, выбора у человека, то Торе не было бы места, говорит Рамбам. Потому что по какому такому суду можно судить или наказывать злодея, или награждать праведника, если он по-другому не может сделать. А ведь написано в Торе, это слова Авраама, судья всей земли не сделает суд. То есть, мы искуем того, что Всевышний справедлив, но если у человека нет свободы выбора, он не мог не сделать так, или он обязан был не делать так, то какие к нему претензии? Какие могут быть праведники и какие могут быть злодеи? вся мораль, еще даже не говоря про Тору, вся мораль отпадает. Ты не можешь человека не похвалить, не предъявить претензию? А я ведь не могу по-другому, я вот такой, так вот у меня работает. Но мы видим с вами, что вся Тора, которую Всевышний нам дал, построена на том предположении, что человек он выбирает. Может сделать так, может делать не так. Поэтому к нему можно предъявить претензии, требовать или наказывать, есть в этом смысл. А что же мы тогда, можно это, иначе это было бы как мы злимся на какую-нибудь муху или комара. Мы говорим, ух, какая такая нехорошая это муха или комар. Мы это говорим, конечно, условно, потому что мы злимся на них, но мы же понимаем, что муха или комар ничего не выбирают. Они устроены так. Мы на самом деле не считаем муху злодейкой или комара злодея. Конечно, они кусаются, мешают им, их изгоняют, даже если животное тебе докучает или делает неприятные вещи, ты можешь даже этих насекомых убивать. И мы сердимся на них, но мы понимаем умом, что они не выбирают это. Просто у них такая природа. Это как автомат. Ты же не будешь на робота сердиться, какой он нехороший и злодейский робот. Люди его так сделали, он так и работает. А у человека мы можем злиться и осуждать злодея и хвалить праведника. И мы видим, что вся тура полна этим. Вот лот пошел туда в этот дом, а в доме люди злодейские, нехорошие, и вот за это они наказаны. а вот например ноах был праведника и так далее и так далее. Мы видим, все время противопоставляется, а иначе мораль не имеет никакого смысла. и поэтому рамбам и вот здесь рамбам подходит к очень серьезной проблеме, которая всегда встает в это место. Он говорит, окей, но давай немножечко займемся философией. всегда здесь возникает философская трудность. Смотри, если ты говоришь, что у человека есть полная свобода выбора и никто не предопределяет его выбор, а получается, что Всевышний не знает будущего, если ты говоришь, что у меня есть выбор, значит, он не знает, как я поступлю, а если ты говоришь, что он знает все, что будет, тогда значит, у меня нет свободы выбора, как же ты эти вещи можешь объяснить. На это рабам говорит, прежде всего знай факт, что действительно наше все делается по его воле и при этом наши дела, наш моральный выбор предоставлен нам. Как это в голове своей совместить? Он говорит, смотри, секундочку, и он приводит много доказательств, например, пророки говорят, из вашей руки было это, вы это сделали, это говорит Малахи или Ишаяу, так же и они выбрали пути свои, то есть мы видим из того, что все совершено увеличить пороков, что он говорит, это был ваш выбор, и к вам претензия, как же эти вещи совместить? Он говорит, смотри, когда ты говоришь о знании, вот я говорю знание, что такое знание? Я, когда говорят знание, я имею ввиду человеческое знание, вот как я знаю, это я понимаю, а когда ты говоришь, что Всевышний знает, понимаешь ли ты это понятие? Нет быть раба, почему? Потому что Всевышний и его знание это не два разных понятия, а это одно, то есть Всевышний знает тем знанием, которое неотделимо от него, и поэтому так же, как ты о нем самом не можешь ничего сказать и познать его, а только проявление, так же и его знание остается для тебя недоступным, поэтому когда ты говоришь, вот есть его знание, и при этом у меня есть свобода выбора, и эти вещи противоречат, они противоречат только потому, что ты его знание меряешь нашими человеческими мерками, как будто бы он знает нашим знанием, а наше знание ограничивает, то есть если я знаю, что выберет, я не знаю там товарищ такой-то, то действительно это очевидно, что он не сможет выбрать по-другому, поскольку я точно знаю, как он поступит, но когда творец знает, Рамба, это такое знание, которое не ограничивает нашей свободы выбора, в человеческой голове, и это не укладывается, но так ведь познать всевышнему мы не можем, поэтому и знание его познать не можем, поэтому в этой формуле одно данное тебе ясно, выбор человека, а другом данном ты ничего не знаешь, что такое знание всевышнего, поэтому у тебя и противоречия не может возникнуть, у тебя нет вопроса, потому что одно из данных просто не известно тебе, иными словами своими словами объясню, как я понимаю Рамбова, так я для себя его понимаю, что Всевышний знает таким знанием, которое не ограничивает нашу свободу, и поэтому он действительно все знает, наперед, и у меня есть полная свобода выбора, укладывается ли это в моей голове, это не имеет никакого значения, но с другой стороны, если я знаю, что его знание оно не такое, как мое, тогда я могу понять, что существует такое знание, которое не ограничивает свободу выбора, в любом случае, две вещи эти работают, как сказал Раби Акива в трактате, А вот Аколь Едуа Варишут Нетуна, то есть все известно Всевышнему, а право выбора дан. И здесь только вам объясняю, что в этой формуле право выбора твоего мне понятно, а вот знание Всевышнего, как он знает наперед, я не понимаю, и поэтому противоречия на самом деле здесь нет. Вопрос не возникает. Вокруг этих слов Рамбома тоже были многие обсуждения, некоторые мудрецы поняли, что Рамбом как бы говорит, что он поднял вопрос, а не дал на него ответ. Но на самом деле мы видим, что Рамбом говорит, что вопроса нет. У тебя не может быть вопроса, поскольку в одно данное тебе не ясно. Но знай, говорит Рамбом, что эти вещи, они существуют. Существуют, что Всевышний действительно все знает, и выбор у нас есть, и это факт, и это факт. И нет силы у нас познать Всевышнего так, как он знает все свои создания и дела. Мы не понимаем, что он знает. Но в любом случае дела, поступки человека даны ему в руку, Всевышний его не заставляет, не склоняет, не предопределяет. И поэтому пророки говорят, что человека судят за его поступки в соответствии с поступками. Если или эти поступки хорошие или плохие, и это та самая основа, на которой стоят все слова пророков. То есть все пророчество, начиная с Торы и кончая Малахи и так далее, все это стоит на той основе, все это базируется на этом кроегольном камне, что человек обладает свободой выбора. Уберешь этот кроегольный камень, вся тура падает. Это то, что говорит нам Рэнбом. А теперь я хотел бы ответить на ваши вопросы, если таковые имеются. Тогда можно задать вопрос Абейну. Вопрос об ограничении свободы выбора. Мы, например, Фраун уже видим факт тогда ограничения свободы выбора. Вопрос на сколько это вообще частное явление в Танахе хотя бы? Это отличный вопрос. Это отличный вопрос. И я думаю, что Рэнбом будет говорить как раз в следующей главе об этом. Но я просто хочу заранее изложить его слова. Опять же, он и здесь об этом говорит, и в Шмунафраке. Он говорит, смотри, иногда в качестве исключения, и он сам приведет эти примеры. Он не заставит нас искать. Сам приведет. Есть моменты, когда Всевышний отбирает у человека свободу выбора, но он это делает как наказание за его злодейство. Классический пример. Раммам приводит фараона египетского. Он говорит, не думай, что Всевышний наказал фараона за то, что он отказался послать сынов Израиля. Потому что там, по крайней мере, так Рамма понимает, есть другие объяснения, но Рамма понимает, что Всевышний забрал свободу выбора, укрепил сердце Пару. А за что же он наказал? Не за это наказал, а за все его предыдущие угнетения и порабощения. то, что он там угнетал сынов Израиля, несчастных пришельцев, которые ничего плохого ему не делали, вот за это он отвечает. А за то, что он не отпустил, там уже не мог. Есть еще много таких примеров Рамма приводит, что иногда Всевышний отбирает у человека свободу выбора как наказание за его злодейство. Но обратите внимание, что это является всегда результатом выбора. На что это похоже? На наркоман. Например, наркоман или алкоголик, когда он начинает пить алкоголь, не то, что пить алкоголь, а когда он начинает алкоголизм, он не чувствует никакого порабощения или принимает какие-то наркотические средства. Человек не чувствует изначально никакого порабощения, а просто он не думает, дай попробуй, это кайф и так далее. И принимает, приучается, приучается, дозы повышаются, повышаются, на каком-то этапе он действительно теряет свободу выбора, он уже не может, он уже зависит. Но эта зависимость является результатом его выбора. Например, сыновья Ильи в Шилон. Сколько Всевышний предупреждал Ильи, разберись со своими сыновьями? Он их упрекал, там и был в конце косов, Ашем сказал, ребята, все, они погибнут, но это после того, как он десятки раз призывал и предупреждал, а они продолжали, а папаша не реагировал. Ну, на каком-то этапе все, но обратите внимание, что это не просто вдруг так, а это результат выбора. Равнион, спасибо огромное, шалом со Львова еще раз. Вообще-то, вот я вам тут пишу в чат и, наверное, не работает, может, я почитаю? А я не вижу, вы не рассчитываете на то, что я что-то вижу? Хорошо, ну, тогда вот прям так по списку и пойду, да? Как я говорила. Вот с самого начала, так все замечательно, Равнион, пожалуйста, вот вы забыли спросить, а какое сегодня число? Приятно всегда слушать, когда вы спрашиваете, а какое сегодня число? 20-е северное, насколько я помню, правильно? Я спрашиваю этого в Афон Мире, когда перевезла из себя живые ученики. А здесь я сам говорю. Да. Вот тут относительно животных. Я вот написала, как быть с тем, что в животном может находиться часть души вот кого-то, кто должен был спуститься в такое тело. Вот, например, была история, когда собака не отходила от одного человека. И по совету одного Равина такой человек подошел к собаке, трижды сказал, я тебя прощаю, и только после этого она его оставила в покое. Вот получается, что в этом случае нам может казаться, собака как бы очеловечилась, как вы сказали, да? А в реальности, что получается, нечто есть, что вот является не только животной душой или как? Смотрите, вы говорите про то, что называется гильгуль, да? То есть, человеческая душа, она там в результате всех этих перипетий оказалась собаке. Окей, я согласен, что у такой собаки или у животного бывает действительно особое поведение, но мы не можем сказать, что все животные так себя ведут. Да нет, конечно. Нет, то есть у животных обычное поведение такое. Иногда ты видишь, вдруг там животное ведет себя необычным образом. Пойди, знай, какая там душа какого человека. Но я говорю про животных даже обычных. Я вам приведу пример. Вот есть у меня любимый рыжий кот, который здесь крутится вокруг дома. И интересно, что и не только он, там полно кошек, но мы их там подкармливаем, бросаем, и они все это едят в том месте, куда все это упало. На каком-то этапе мы заметили, что наш этот любимый кот, которого зовут Рыжик, он ведет себя интересным образом. Он берет, вот если ему кидаешь там какой-то шниц или кусок курицы или что, он хорошо живет у нас. Он берет и переносит его вот на дорожку, то есть он не ест на земле. И регулярно, в каком-то момент мы обратили внимание, и это регулярное его поведение, несмотря на то, что другие кошки абсолютно им все равно. Вот куда бросил, там и будет ест, земли, не земли. А он берет, переносит на дорожку, которая выложена камешками, и там ест, на земле не ест. И после него ты всегда видишь полно-полно костей вот на этой дорожке. И понятно, что это поведение уже продиктовано каким-то влиянием людей. Мне кажется, что это... Многие об этом говорят. Я не думаю, что это всегда, всегда это какая-то душа и так далее. Обычные животные, они очеловечиваются в какой-то степени. И повторять. А еще вот вы сказали относительно детей. Вот интересно. Или я не расслышала правильно, или вот то, что мне пришло в голову. Может быть, потому что ваша дочь отделать второй, и вот именно она сказала, что родители уже наши. Да. Когда ребенок один, так он нормально будет говорить мои. А она вторая уже сознательно говорила. Да, да. Я на какой-то момент это понял, что для нее наша мама, наша папа говорила рэга, рэга, рэга. А сын мой родился первым, он так не говорил. Да, нормально, потому что это его родители были. Да, это очень интересные вещи. Спасибо. Есть у нас еще вопросы и замечания? Есть вопросы относительно вот декларации, о которой вы говорите. А, да. Потому что города разные, вот я вообще-то слушаю, ну, со многих сторон, понимаете, черпаю информацию, очень долгое время ворюсь в этом все. И документально, честно говоря, доказать я ничегошеньки не могу, но и жить без этого тоже уже не могу. То есть я изучаю ТОР с 2003 года. Вот сейчас я услышала, вы говорили о декларации. Это везде, то есть, ну, может быть, это не в каждом городе. Что возможно сделать, например? Это делается по зуму. Это делается по зуму. Обратитесь на наш сайт. Там все подробно написано, как это делается. Это делается по зуму. Тут не надо никуда ехать. Прямо из дома. Спасибо. Пожалуйста. Даже если я обращусь на там бару, он мне может... Мы это делаем. Если вы можете это сделать в другом месте, окей. Но у нас это делается, и мы такую вещь делаем, и выдаем документы. Это сказка. Спасибо. Люди ее на стенку вешают. Главное, чтобы люди так жили, реально. Бедюка, как же прямо. Окей. Есть еще замечания, предложения. Окей. Вижу, что на данный момент нет. Если появится, вы знаете, куда писать. Шлите телеграммы. И тогда всего хорошего и до новых встреч в эфире. Я надеюсь, что не только в эфире, а что мы встретимся очно. Счастливо. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо. .